МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24. В студии Даян Донсюрюн. Сегодня в выпуске. Глава ТУВЫ проинспектировал ход строительства социальных объектов Аверского кожуна. На тушение пожаров в ТУВУ направлены дополнительные силы. Роспотребнадзор ТУВЫ проводит встречи со школьниками. Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Глава ТУВЫ находится сейчас с рабочей командировкой в Москве. Там Владислав Ховулык встретился с руководителями федеральных министерств. В частности, с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым. Глава региона обсудил вопрос дополнительного финансирования в рамках ликвидации третьей смены в школах. Ведомство поддержало нашу просьбу. И на рассмотрение правительственной комиссии внесено предложение о выделении 4,9 миллиарда рублей на строительство пяти школ. Расчет составлен на 2022-2024 годы. Этот же вопрос в числе других проработали в Министерстве финансов России. Обговорили детали с заместителем министра финансов Павлом Анатольевичем Кадочниковым. Он сообщил, что распоряжение правительства Российской Федерации о дополнительных средствах в размере 272,4 миллиона рублей для завершения строительства и ввода их в эксплуатацию по пяти детским садам передано на подписание. Ранее глава ТУВы проинспектировал ряд строительных объектов в Авюрском Кожуне. Владислав Ховулык проверил ход работ капитального ремонта школы села Тустах. Глава также проконтролировал строительство и других социальных объектов. Отрадно отметить, что между Тустахом и Чаасуром сейчас делают дорогу. Население очень рады. 70% работы уже выполнены. В ближайшее время они должны эту часть дороги закончить, также передвинуться уже в сторону Акчара. В Чаасури в прошлом году мы приняли решение сделать крутой спортивный зал. Сегодня тоже стройматериалы все закуплены. Человек здесь работает, в том числе и числа местного населения. Кроме этого, мы посмотрели мосты. В прошлом году, когда мы приезжали, мост через реку Чоза был частично разрушен. Сейчас там сооружается совершенно новый мост. Также подрядчик должен справиться. Одно в течение месяца он все работы должен выполнить. Также сейчас мы посмотрели ход работ в Доме культуры. Можно сказать, полностью тоже все там переделывается, начиная от полов, потолка и стен. Тоже работы идут в хорошем темпе. Безусловно, это Саглу находится в некотором отдалении от районного центра. Здесь иметь врачебную амбулаторию – это очень крайне важно. По программе «Земский доктор» сейчас там трудится терапевт, очень неотрадно. Встретился с коллективом, поговорили. Там врачебная амбулатория, вот это здание построено аж в 1957 году. Смотрите, больше 60 лет получается. И мы намерены в 2024 году построить новую врачебную амбулаторию. На сегодня в Туве имеется несколько очагов пожаров. Наиболее серьезный из них находится в Эрзинском районе. Что делается для его ликвидации, узнавал Сайген Пербю. Пожары, возникшие в Туве, достигли масштаба требующего дополнительных сил и средств. На сегодня зафиксировано 20 очагов возгорания, из которых 9 локализовано. Силами МЧС и лесного хозяйства ликвидировано три пожара. Пожароопасная ситуация в регионе остается сложной. В связи с чем, по поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова, действующая группировка была усилена огнеборцами из соседних регионов. Для усиления группировки МЧС России прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России в республике Хакаси. Задача данной мобильной группировки – это защита населенных пунктов и чубанских стоянок от перехода лесостепных лошадных пожаров. Учитывая серьезность обстановки и создающей жизни, здоровью и имуществу населения угрозе, прибывшие усиления направляются на наиболее опасный участок. Сегодня данная группировка будет применяться на территории Ерзинского кожуна, где складывается наиболее сложная обстановка по угрозе населенным пунктам и чубанским стоянкам. Состав группировки со 150 человек, 8 единиц автомобильной техники, 2 беспилотных летательных аппарата. Общая площадь, охваченная огнем территории в Ерзине, составляет порядка 2000 гектаров. В одном месте 850 га, в другом – 1100. В целом на ликвидации пожаров задействовано 441 человек и 52 единицы техники. 5 бортов авиации, в том числе и вертолет Ми-8 МЧС России. Втушение огня огнеборцам помощь оказывает пожарные команды лесоохраны Тувы Красноярского края и Хакасии. Напоминаем, на территории Тувы действует особый противопожарный режим, направленный на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Действуют дополнительные ограничения, нарушение которых повлечет наложение серьезных штрафных санкций. Сегодня министр здравоохранения Республики Тува Анатолий Югай в официальной группе правительства региона в прямом эфире ответил на вопросы по теме здравоохранения Тувы – достижения и перспективы. Основными моментами прямого эфира стали вопросы о строительстве ФАПов, врачебных амбулаторий и капремонте поликлиник. В Республике в 2020 году построено 36 ФАПов, капитально отремонтировано 19 объектов. В 2022 году строится 6 новых объектов. Благодаря нацпроекту здравоохранения в 2022 году в Туву поступило 65 единиц нового оборудования, как в республиканские, так и в районные медучреждения. После пандемии возобновлен в полном объеме губернаторский проект «Маршрут здоровья». В районы выезжают передвижные комплексы, мамографии и флюорографии, также врачи узкой направленности. Анатолий Югай отметил положительную динамику в кадровом вопросе. За этот год мы положительную динамику увидели. Если у нас уехало 43 доктора, вернулось уже 63. То есть мы отмечаем. И в прошлом году у нас уехало за пределы республики 91 врач. То есть какая-то положительная динамика все-таки у нас есть. Благодаря, ну я думаю, все-таки усилиям, которые именно предприняты при поддержке главы республики Владислава Тверштадьевича. Ну программа «Земский доктор» это федеральная программа. Значит, в этом году нам выделено 54 миллиона, по которые уже у нас получили деньги 21 медицинский работник. И выехали работать именно в кожуное звено. В том числе и привлеченные за пределы, и в том числе работники именно городских учреждений, которые решили выехать на село. Также у нас действует программа по единовременно компенсационной выплате, так называемой ЕКВ. Там заложено у нас 10 миллионов. Каждый участник этой программы будет получать по 1 миллион. Если по «Земскому доктору» 2 миллиона, то по этой программе 1 миллион. И, я думаю, немаловажную роль было принято решение в прошлом году по стимулированию именно врачей, которые закончили ординатуры, специалитеты остались, закончили, то есть приступили к работе, в том числе вернувшиеся. Они получают по 200 тысяч рублей в течение 5 лет. В прошлом году этой программой воспользовались 82 человека, в этом году у нас запланировано 101 человек. Министр ответил и на вопросы, поступившие от зрителей. О заработной плате младшего медперсонала, о целевых местах в вузы страны. На вопрос об обучении в медколледже Кызылла после 9 класса министр ответил, что планируется набор со следующего года в две группы. Весь материал видеоэфира можно посмотреть на странице телеканала ТУВА-24 в группе ВКонтакте. Управление Роспотребнадзора по Республике ТУВА продолжает проводить мероприятия, приуроченные к столетию Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В рамках юбилея сегодня состоялась тематическая встреча вирусологов и школьников. Подробности далее. Завтра, 15 сентября, день образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Сотрудник управления Роспотребнадзора организует традиционные встречи со школьниками. Урок посвящен, приурочен, к столетию нашей службы Роспотребнадзора. Сегодня учащимся третьего класса, школа номер 5, города Кызыллы, специалисты рассказывали о соблюдении правил личной гигиены, о бактериях и о профессии бактериолога. К мытью рук нельзя подходить формально, объясняют детям сотрудники Роспотребнадзора. Ученики гимназии слушали с интересом и узнали много полезного. Я сегодня узнала, что такое бактериолог. Бактериолог – это тот человек, который изучает бактерии. Я сегодня узнала, что такое бактерии. Это крошенные организмы, которые в тысячи раз меньше песчинки, которые живут посюду, в воде, даже во рту человека. В начале урока специалисты службы рассказали школьникам историю развития санитарной службы. Нашими специалистами проводится так называемый профилактический визит в учреждения. Это в основном школы и садики, когда наши специалисты приходят и дают разъяснения по требованиям санитарных правил, дают рекомендации по незамедлительному устранению выявленных нарушений. Встреча прошла интересно. Специалисты отвечали на все вопросы школьников. Алдана Исаия, Шолбан Монгуш, София Исаия, Тува, 24. Российский Красный Крест учит школьников оказывать первую медицинскую помощь. В 66 регионах страны проходят мастер-классы. Старшеклассники школы номер 3 Кызыла сегодня учились спасать жизни. Инна Клоян пообщалась с учениками. Школьники познакомятся с алгоритмом действий при оказании первой необходимой помощи. Они научатся оказывать помощь пострадавшему, который потерял сознание и сохраняет дыхание. Узнают, как помочь человеку, который потерял сознание и не дышит. И пострадавшему при непроходимости верхних дыхательных путей. Человеку стало плохо, а ты не знаешь, что делать. Красный Крест поможет в этом и научит. Российского Красного Креста покажет вам мастер-класс по обучению первой помощи. Это три позиции. Расскажем вам алгоритм действий по оказанию помощи, принципы и действия. Ребятам показали самые простые, но эффективные действия помощи пострадавшим в бессознательном состоянии. Вначале учились тому, как правильно положить человека. Руки не сгибая, 30 надавливания, глубину до 5-10 сантиметров. Вот таким вот образом. 30 надавливаний. После зажимаете нос, зажимаете нос, начинаете искусственное дыхание. Инструкторы показали на примере специального тренажера, как спасти жизнь не только взрослому, но и ребенку. Школьники информацию схватывали на лету и даже показали, чему они научились. Так как это маленький человек, берем два больших пальца и даем на эти зоны. Для маленьких стоит это 16 раз и по перерывам по 2 секунды. После чего, как мы надавили 16 раз на межсоцковую зону, прибегаем его дыхание. Если так же дыхания нет, то мы должны сделать искусственное дыхание. Каждый ученик имел возможность попрактиковаться и запомнить простые действия в сложной ситуации. Целью и задачами этой программы – это формирование умений и навыков оказания первой помощи для студентов и школьников. По сегодняшний день мы оказали уже более 2000 школьников и студентов. Проведены более 45 мастер-классов. Также у нас планируется проведение таких мастер-классов во всех вузах и СУЗах, а также в образовательных учреждениях республики. Мы проведем также чемпионат по первой помощи среди обученных школьников и студентов. Практические занятия по оказанию помощи могут помочь в критической ситуации. Важно взять себя в руки и стать тем самым человеком, который идет на помощь. Важно отличить человека, который попернулся или подавился. Что же делать в этих ситуациях? Пять раз надо делать, если не прошло, ему вот между ног, положили ногу, у него пупок есть, пупок. Сюда положили в ногу, надавили, ну пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Если сейчас стало легче, все хорошо. А вот надавить особым образом на живот тому, кто подавился, можно и нужно. Это так называемый прием Гемлиха. Школьники этому приему научились сразу. Также во время занятия старшеклассники узнали алгоритмы действий и правила поведения в различных ситуациях. Мне очень запомнилось реабилитацию человека, когда он теряет сознание, и реабилитация ребенка, когда он еще теряет свое сознание. Особенно запомнилось, как инструктора показывали это на куклах. Это было очень увлекательно и запоминающе. Мне очень запомнилось сегодняшнее мероприятие, то, как оказывается первая помощь именно ребенку маленькому, потому что это, мне кажется, довольно важно знать, то, что маленькому ребенку нужно прикладывать два пальца, а не полностью руку, как это делается у взрослого человека. В общем, было довольно интересно слушать настоящих врачей. Как демонстрировали ли оказание первой помощи, например, это сдавливание с живота, либо стучание по спине для проверки, сколько сильно он задыхается. Больше всего мне запомнилось то, как правильно нужно оказывать медицинскую помощь пожилым людям, так как это в наше время очень важно и полезно для нас. Если я окажусь в подобной ситуации, то я уверена в том, что окажу медицинскую помощь. Медики говорят, что элементарным правилом оказания первой помощи может научиться каждый. Главное – запомнить алгоритм действий и быть смелым. Да, действительно, этому может обучиться каждый. Просто нужно быть внимательным и слушать инструктора, тот, кому обучают. Ведь для каждого нужно, ведь мы можем столкнуться с этим, даже выйти из школы на остановки. Школьники младших классов восприняли эту информацию довольно легко. Они быстро этому обучились и быстро показали на практике на манекине. Про старших они усвоили это на раз-два. Подобные мастер-классы в школе проходят не первый год. Обучение не только для старшеклассников, но и для младших классов. Затем, чтобы каждый ребенок не растерялся при подобной ситуации, при ситуации, когда нужно оказать первую медицинскую помощь, сделать искусственное дыхание ребенку, взрослому, чтобы ребенок не постеснялся позвать на помощь, знал, как позвонить в скорую помощь или в службу спасения. И чтобы хоть как-то, каким-то образом мы смогли спасти жизнь человека. Ведь жизнь человека, как мы сами знаем, это самое ценное и дорогое, что есть на свете. Владения этими специальными навыками и знаниями могут сыграть решающую роль в экстремальных ситуациях. Бывают разные случаи, при которых необходимо оказать первую помощь пострадавшим. Важно понимать и уметь быть смелым. Дышите свободно, вас спасли. Это была вся информация к данному часу. Смотрите наши новости на наших официальных страницах в социальных сетях и на официальном сайте телеканала. С вами был Даян Дансюрюн. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова